10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арастан Балтин. Здравствуйте, вот о чем расскажем. 10.00 в столице Казахстана. 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 11.00 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 в столице Казахстана. Проводят взрывные работы, рыхление льда, дробление. По очистке также принимают участие. И в данный момент у нас по области зарегистрировано 6 переливов и размывов дорог. В основном данные переливы и размывы это у нас на автодорогах районного и местного значения внутри поселковых дорогах. Угрозы от данных переливов и угрозы нет. Альтернативные проезды имеются, жизнеобеспечение населения не нарушено. Везде ли тренулся лед и на каков уровень воды сейчас в водоемах идем? Сегодня получается на озерах области проводится уменьшение, ослабление ледовых явлений. Имеются уже в основном закраины в связи с повышением дневных температур. Сейчас устойчивый лед у нас пока на Сергеевском водохранилище. На малых реках получается уже движение воды вместе со льдом происходит активная такая ситуация. В этом году где строили дамбы, где их укрепляли и где необходимо еще их установить? У нас по области имеется 79 населенных пунктов. Получается, все эти населенные пункты проведена защита. Все в основном они обвалованы. Где-то производилось в основном по всем районам области проводилось укрепление действующих обвалований, сооружение новых. Также в черте города большое внимание населенным пунктам. Это тепличное, прибрежное уделяется по возведению земельных обвалований. Спасибо большое за уточнение. И в конце хочу добавить, что на случай сильного паводка в регионе местным бюджетом предусмотрено выделение 895 миллионов тенге. И да, на сегодня, в этом году под угрозой потопления оказываются 79 населенных пунктов, в которых проживают больше 6000 человек. На данный момент это вся информация, РТАН. Спасибо. Моя коллега Наталья Волкова нас информирует о паводковых ситуациях в Североказахстанской области. На водоемах Акмолинской области начал резко таять лед. Температура воздуха по региону в среднем поднялась до 18 градусов. В ДЧС, говорят, основная угроза исходит от рек Есиль, Жабае, Калкутан и Нура. К слову, потепление уже дало о себе знать. На прошлой неделе большая вода пришла в несколько сел области. Угроза паводков наблюдаются в Целиноградском, Аршалинском, Адбасарском, Сандыктауском, районах и в Кокшетау. Силы департамента ПЧС сейчас находятся в боевой готовности. В Казахстане вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки ковид выявили у более чем 2600 человек. Больше всего зарегистрированных случаев в Алматы и Нурсултане. 657 и 650 соответственно. Также в антилидерах Алматинской и Карагандинской области лучше всего ситуация в Североказахстанском, Туркестанском и Костанайском регионах. Меньше 30 ПЦР-тестов дали положительный результат. Между тем прививать от коронавируса в Западной Казахстанской области начали работников СМИ. Вакцину получили 20 журналистов, в их числе и наш собственный корреспондент. Сам регион больше трех недель находится в красной зоне. Инфекционные больницы загружены более чем на 70%. За последние сутки ковид подтвердился у 117 жителей. В области действует 30 прививочных кабинетов. На сегодня они получили больше 34 тысяч доз вакцины. Вакцинация это самый верный способ победить эту инфекцию и вернуться к привычному образу жизни. Конечно, страх и волнение было. Я изучила всякие отзывы, мнения специалистов и после этого я только решилась на вакцинацию. Я думаю, что все пройдет хорошо. Я на это надеюсь. Во-первых, это свобода передвижения. Во-вторых, я всегда относилась к людям, кто хорошо относится к вакцинированию. Я считаю, что прививки это не просто так. Я считаю, что прививки это важно. И это одна из основ здорового общества. В Комитете индустрии туризма Казахстана просят граждан воздержаться от полета в Турцию до стабилизации эпидситуации. В республике зафиксировали новый рекорд числа зараженных. За сутки ковид выявили почти у 63 тысяч человек. Показатели смертности также плачевные. Почти три сотни пациентов не справились с болезнью. Из-за стремительно ухудшающейся эпидобстановки президент Реджеп Таип Эрдоган ужесточил в стране карантин. В первые две недели Рамазана увеличена продолжительность комендантского часа. Запрещены междугородние поездки. Кафе и рестораны могут работать только на вынос. Такое происходит во всем мире. Можем ли мы убежать от этого? Нет. Единственное, что от нас зависит, быть осторожными. Власти Дании тем временем полностью отказались от вакцины компании AstraZeneca. В Минздраве Королевства отметили, что это связано с редкими, но опасными побочными эффектами, как образование тромбов и понижение уровня тромбоцитов. Прививать датчан продолжат препаратами Pfizer и Moderna. Мы согласны с оценкой европейского регулятора о том, что польза от вакцины превышает риски возможного возникновения побочных эффектов. Наше решение основано на конкретной ситуации с коронавирусом в Дании. Мы контролируем уровень заболеваемости, а также располагаем альтернативными препаратами. Суточные показатели заболеваемости ковидом бьют рекорды и в Южной Корее. Максимум на этой неделе 700 новых больных. Темпы вакцинации пока отстают от графика. И с чем это связано, знает наш СОПКОР Владислав Цой. Вакцинировались больше 1 миллиона 200 тысяч человек. Это почти 2,5% населения. Напомню, что в Южной Корее проживает около 52 миллионов человек. Компания по вакцинации, надо отметить, идет медленно. Это связано с тем, что среди всех вакцин в качестве основной правительство страны выбрало AstraZeneca. Ее применение было приостановлено из-за почти 12 тысяч различных побочных эффектов. Практически все эти симптомы легкие, такие как мышечная боль или лихорадка. Не добавляет оптимизма в обществе в случае образования тромбов после прививок к препаратам от Johnson & Johnson в Европе. Но в Южно-Корейском Минздраве заявили, что планы по поставкам 6 миллионов доз этой одноразовой вакцины в третьем квартале остались прежними. И эксперты проводят консультации со своими американскими коллегами. Поставок еще одной вакцины, нового вакс, ожидает в июне. 20 миллионов доз будут готовы также к июлю этого года. А пока используют только AstraZeneca и Pfizer. Первой привились больше 930 тысяч человек, а вторую получили свыше 300 тысяч жителей. Тяжело это себе представить, но через два месяца власть Южной Кореи планирует вакцинировать 12 миллионов человек. Я думаю, что беспокойство общественности связано с побочными эффектами, таких как тромбоз, которые могут возникнуть после вакцинации и недостаточное количество различных вакцин. Текущая ситуация со спросом и предложениями вакцины может затруднить формирование коллективного иммунитета в ноябре. Но если поступит большое количество вакцины Pfizer, ей можно быстро привить большое количество населения. По данным к этому часу, всего инфекции обнаружено у 112 117 человек. Ковид стал причиной смерти 1788 южнокорейцев. Власти опасаются четвертой волны коронавируса, так как ежесуточно число инфицированных растет. В Сеуле и провинции Кенги, где проживает большая часть населения, второй уровень социального дистанцирования. При этом закрыты развлекательные заведения, а ресторанам разрешено работать до 10 часов ночи. В других регионах страны приняты менее жесткие меры. Решение по уменьшению ущерба бизнесу предложил новый столичный мэр О Се Хун, который представляет оппозиционную партию. Он считает, что закрывать развлекательные заведения не нужно. Вместо этого он советует проверять посетителей на коронавирус при входе. По словам градоначальника, экспресс-тесты показывают, есть ли в организме человека COVID-19 в течение 10-30 минут, и их используют в США и Германии. Такие тесты экспортируют южнокорейские компании, но внутри страны их применение не одобрено Минздравом. Предложения сиульского мэра пока рассматривают правительство, но в пилотном режиме этот метод начали применять в столичных караоке-клубах. Многие местные предприятия, которые составляют основу экономики Сеула, терпят крах. Фундаментальное решение позволит им вести свой бизнес. Мы будем активно проверять выполнение пилотной программы в караоке-клубах, чтобы убедиться, что комплекты эффективны в предотвращении распространения COVID-19. Как видите, в Корее сейчас теплая погода, поэтому люди стали активнее встречаться и чаще выезжать на природу. В минувшие выходные, например, число загородных поездок увеличилось на 15%. Это, по мнению представителей Минздрава, влияет на рост доволеваемости коронавирусом. Правила социального дистанцирования будут действовать в стране до начала мая. И если ежесуточное число заболевших не снизится, то будут приняты более строгие меры. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Не больше 60 заведений общепита с одного региона подключат к программе АШК в первую неделю после объявления нового постановления главного санитарного врача Казахстана. Уже дальше к сервису смогут присоединиться все желающие предприниматели из семи городов. Итак, по какому графику теперь будут работать кафе и рестораны? Узнала моя коллега Камила Тоснабекова, она уже с нами. Об этом, Арсан, расскажу через несколько секунд. Пока хочу добавить, что с 5 мая в стране должны заработать банкетные залы и караоке. Их тоже планируют подключить к программе АШК. Рестораны и кафе, в свою очередь, должны к ней присоединиться через отраслевую ассоциацию. Если регион в красной зоне, то заведение, участвующее в программе АШК, будет работать по правилам желтой, то есть до 24 часов с посадкой до 50 человек. Когда город находится в умеренном секторе, то для ресторанов и кафе действуют нормы зеленой. Как отмечает советник председателя Ассоциации общественного питания Казахстана Вероника Нурпиисова, ошиб для бизнеса пока единственная возможность работать. К примеру, заведения Караганды и Талдыкургана в месяц Рамазан открыты для посетителей только до 8 вечера. А УЗАШАР начинается позже этого времени, что значительно отражается на доходах предпринимателей. Предлагаю послушать комментарии эксперта, по какому алгоритму происходит подключение к программе. ЛПП они обрабатываются и уходят в Материапе, им присваивают от 2 до 3 дней QR-код. Этот QR-код они присвоили, получили предприниматели, и по этому QR-коду в течение недели они работают в пилотном режиме, в режиме обучения. И к другим темам. Индекс Казахстанская фондовая биржа обновил исторический максимум, увеличившись более чем на 16%. Впервые с ее основания показатель превысил отметку 3000 пунктов. На косе подвели итоги работы за первый квартал этого года. Предыдущие пиковые значения фиксировались 13 лет назад. Объем торгов индексными акциями составил 14 миллиардов тенге. Это около 30% от общего объема сделок. Лидерами стали простые акции Каза Тампрома. Бумаги компаний выросли в цене на 48%. Второе место в индексной корзине заняла Казминералс. Аналитики Кассе отмечают, что акции добывающей компании до конца февраля отыгрывали положительный фон, вызванный ростом фьючерсов на мень. На третьем месте оказались акции Народного банка Казахстана. За первый квартал этого года они подорожали на 21% за бумагу. При этом снижение стоимости зафиксировано по простым акциям КСЛ. Рыночная стоимость сотового оператора падала, несмотря на то, что финансовая отчетность за прошлый год показывает рост чистой прибыли почти в два раза до 18 миллиардов тенге. Однако количество клиентов КСЛ сократилось почти в три раза. В будущем криптовалюта может полностью заменить традиционную финансовую систему. О преимуществах электронных денег рассказал главный менеджер компании по управлению цифровыми активами Гимран Абдрахманов. Организация зарегистрирована в МФЦА и предлагает казахстанцам четыре продукта для инвестиций. В их числе есть даже искусственный интеллект и машинное обучение. Годовой доход по ним варьируется от 5 до 60%. Интересно вкладываться в более рисковые продукты, отмечает эксперт. Из-за волатильности они могут уйти в минус, но также способны дать более высокий доход по сравнению с умеренными и консервативными продуктами. Еще одно преимущество для вложения в биткоин, отмечает Гимран Абдрахманов, ограниченный тираж. Не все знают, что покупать криптовалюту можно маленькими частями. Есть у нее и слабые места. Пока в цифровой системе можно обрабатывать одновременно только 7 транзакций в секунду. Тем временем Visa и MasterCard проводят тысячи операций за это же время. Как правило, финансовые инструменты имеют волатильность. Не только финансовый инструмент, а именно рынок акций и рынок криптовалют и цифровых активов имеют определенную волатильность, из-за которой цены постоянно меняются на определенный цифровый актив. Из-за этого чаще всего начинающие делают ошибки, связанные с инвестированием цифровых активов. А именно как? Они покупают дорого, продают дешево. Чтобы этого предотвратить, нужно обязательно начинать именно с небольших сумм. И в завершении курс валют. К этому часу, по данным Национального банка, доллар стоит 430 тенге 99 синов, евро 515 тенге 29 синов, а рубль 5 тенге 69 синов. Арастан, это был весь обзор. Тебе слово. Спасибо. Это были деловые новости с Камилой Тастанбековой. Власти Ирана обвинили Израиля в совершении атаки на ядерный объект в Натанзе. Там стояли центрифуги для обогащения урана. В результате взрыва предприятие выведено из строя. Израиль официально не подтверждает свою причастность. Однако премьер-министр продолжает называть Тегеран угрозой стабильности в Ближневосточном регионе. Подробности у Сергея Услендера. Эта история уже напоминает шахматную партию. Одна сторона делает ход, вторая отвечает. В качестве игрового поля Красное море фигуры это корабли. В начале апреля неизвестное взрывное устройство, прикрепленное к днищу, повредило иранский разведывательный корабль. Накануне ракета поразила сухогруз «Гиперион». Он принадлежит израильской компании. Здесь полагают, что это месть за взрыв на заводе в иранском Натанзе. Предприятие, обогащавшее уран, выведено из строя. Иран во всем обвиняет. Израиль. Мы проводим собственное расследование. Если окажется, что это дело рук Израиля, то он получит ответ и увидит, какой опрометчивый шаг он совершил. Будьте уверены, что позиция Ирана после этих действий будет только сильнее. На атаку своего корабля Израиль отреагировал. Военно-морские силы приведены в состояние полной боеготовности. В Персидский залив идут подводные лодки с крылатыми ракетами на борту. Иранская ядерная программа для Израиля – главная стратегическая угроза. Премьер Нетаньяху повторял ни раз и ни два. Его страна не допустит появления у Исламской республики своей атомной бомбы. Борьба с ядерным оружием Ирана и его ставленниками – это гигантская и сложная задача. Ситуация, которая существует сегодня, не означает, что завтра будет такая же. Очень трудно объяснить, что мы сделали здесь. В этом переходе от небытия, от полной беспомощности, с которой ничто не может сравниться в истории нации, к тому, чтобы быть страной, которую мы создали. Попытки помешать Ирану были множество раз. В 2009-м неизвестный компьютерный вирус поразил системы атомной электростанции в иранском Бушере. Он не просто парализовал киберсистему станции, но заставил оборудование работать в критическом режиме и вывел из строя около тысячи центрифуг по обогащению урана. В 2020-м был убит глава иранской ядерной программы Фахризаде. Его машину расстреляла дистанционно управляемая пулеметная установка. В Тель-Авиве полагают, что время уходит. США готовы возобновить ядерное соглашение с Тегераном, поэтому действовать надо быстро. Обстановка в регионе стремительно накаляется. Сергей Услендер, Хабар 24. Определились полуфинальные пары самого престижного футбольного турнира Европы. Новости спорта сразу после короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Восьмой велосезон «Астана Байк» стартует сегодня в столице. Правда, воспользоваться сервисом до 23 апреля пока смогут только жители Исильского района. Там запускают 62 велостанции, на которых будет 400 велосипедов. А к концу месяца услуга станет доступна по всему городу. Как и раньше, средства передвижения взять или оставить в специальных пунктах можно в режиме 24 на 7. Ежегодно система велопроката становится все популярнее. Сегодня услугой пользуются более 14 тысяч человек. По итогам прошлогодних запросов от пользователей велопроката был проведен анализ и выявлен ряд точек, куда необходимо будет доставить велостанции. То есть станции, которые пользуются минимальным спросом, будут перенесены. На востоке Казахстана зарегистрированы первые случаи укусов клещей. Пока с начала апреля за помощью к врачам обратились 7 человек. Один из них из Зайсанского района. Все остальные – жители Усть-Кеминогорска. Санэпидемиологи напоминают, уже пора предпринимать все необходимые меры защиты. Сезон в этом году начался позже обычного из-за погодных условий. Но это никак не повод для спокойствия. Основные случаи заболевания клещевым энцефалитом в области приходятся по статистике именно на май. В зоне риска районы Алтай, Катон-Харагай, Кок-Пек-Т и другие. Все медучреждения региона оснащены достаточным количеством иммуноглобулина. Иммуноглобулин получили уже два пострадавших. Остальные они получили из-за позднего обращения за медицинской помощью. Когда введение препарата уже является неэффективным. Также эти территории являются благополучными по клещевому энцефалиту. В Североказахстанской области участники программы ЕМБЕК в прошлом году реализовали больше 160 бизнес-проектов, воспользовавшись льготным кредитованием. К примеру, в Ахжарском районе один из жителей занялся улучшать придорожный сервис. О том, как развивают сельское предпринимательство в материале Нургулях Метовой. Житель села Талшик Руслан Сейтов, воспользовавшись господдержкой, решил построить вдоль трассы Омск-Кокшетау многофункциональный гостиничный комплекс. Здесь будет гостиница, баня и кафе. Льготное кредитование позволяет развивать бизнес, говорит сельчанин. Он планирует создать тут около 20 новых рабочих мест. От Омска до Кокшетау нет ни одного гостиничного подорожного комплекса. Нет элементарного. Это у нас грузоперевозки постоянно. Здесь очень много пассажирского транспорта ездит между Россией и Казахстаном. В дальнейшем там арендовал землю. Там планируем построить тир-паркинг, парковку для уже больших грузов. А жительница села Восходская Гульдана Кабдрахманова решила открыть в своем небольшом поселке мини-маркет, чтобы у сельчан не было необходимости ездить за вещами и продуктами в райцентр. Государство нам выделило кредит 6 миллионов. На эти деньги мы открыли этот магазин. Из соседних сел к нам приезжают люди, чтобы закупиться продуктами. В 2020-м в Акжарском районе 60 сельчан прошли онлайн-курсы основ предпринимательства. 29 человек получили гранты на воплощение своих бизнес-идей. Ряд новых проектов планируют реализовать и в этом году. Уже человек 20 уже на сегодняшний день готовы на кредитование. Среди них есть по мытью ковров открыть цех, есть газовая заправка, есть там тоже, которая востребована у нас. Плюс к этому еще хотят открыть культурный доктор и центр открыть. Всего же в 2020-м льготным кредитованием по проекту Бастау воспользовались 167 североказахстанцев. Им была оказана финансовая поддержка на сумму свыше полумиллиарда тенге. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Полицейские семьи предотвратили суицид, отговорив девушку прыгать с моста в реку. А в Жамбылской области задирали мужчину, хранившего дома 35 килограммов марихуаны. А в Таразе прервали очередную свадьбу. Подробности в хронике происшествий. Жилой дом загорелся в Риддере. Причиной стала неисправность электропроводки. Огонь распространился со стремительной скоростью и охватил 100 квадратных метров. На момент приезда пожарных расчетов здание практически полностью сгорело. Жертв и пострадавших нет. Высушенную марихуану хранил у себя дома житель Жамбылской области. Задержали его в ходе спецоперации. При обыске у предполагаемого наркодилера нашли 35 килограммов сухой конопли. Теперь мужчине грозит тюремный срок. На время следствия он находится в изоляторе временного содержания. По факту проводится расследование. В семье девушка хотела спрыгнуть с понтонового моста в реку Иртыш. Местные жители сообщили об этом на номер 102. На указанный адрес тут же был направлен патрульный экипаж. Полицейские прибыли вовремя. Они поговорили с девушкой и отговорили ее от отчаянного поступка. В Таразе прервали очередную свадьбу. Ее в ходе рейда выявила мобильная группа. На праздновании присутствовали порядка 100 человек. Ответственность за нарушение карантина понесет владелец банкетного зала. В отношении него составлен административный протокол. Объединенные Арабские Эмираты в сотрудничестве с японской компанией iSpace собираются доставить космический аппарат на Луну в 2022 году. Запуск планируется осуществить из Флориды. При этом будет использована ракета Falcon 9 компании Илона Маска. Главной миссией лунохода под названием «Рашид» станет сбор информации о поверхности спутника Земли. Тем временем американская компания Blue Origin провела новый тестовый суборбитальный полет 18-метровой ракеты, которая должна доставить людей на границу космоса и обратно. Ее запуск был осуществлен со стартовой площадки в Техасе. После подъема на высоту примерно 105 километров от носителя отделился спускаемый аппарат, в котором находился манекен под именем Скайуокера. Приземление прошло штатно. Это уже 15-е испытание многоразовой системы компании-миллиардера Джеффа Безоса, являющегося, к слову, основателем Амазон. Ну что ж, а сейчас о самом интересном новой технологии в мире программа «Хай-Тек» вашему вниманию. Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала «Хабар-24» проект «Хай-Тек» в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня летим в космос и нанимаемся. LG уходит с рынка мобильных телефонов. Южнокорейский производитель стал еще одной компанией, которая не выдержала конкуренции на рынке, где доминируют Samsung и быстро развивающиеся китайские производители. Представители LG сообщили, что мобильный бизнес будет закрыт к концу июля. Вместо смартфонов фокус будет направлен на разработку и производство продуктов для умного дома. В этой отрасли компания является одним из лидеров. Также ресурсы будут брошены на производство деталей для электрокаров, робототехники, разработки в сфере искусственного интеллекта продуктов для бизнеса. Решение LG свернуть свой телефонный бизнес отражает трудности, с которыми столкнулись многие компании на рынке. Samsung и Apple долгое время были единственными компаниями, которые хорошо зарабатывают на смартфонах, но и они периодически испытывают трудности. Потребители сейчас стараются реже менять гаджеты и покупают менее дорогие модели. Космический план работы. Следующие члены экипажа МКС, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров из Роскосмоса перед отправлением на Международную космическую станцию рассказали о предстоящей миссии. В течение трех недель после прибытия экипажа на МКС на станции одновременно будут находиться 14 человек. Такое большое количество людей создает свои проблемы, ведь всем на МКС нужны объекты для тренировок на орбите. Ожидается, что Новицкий вернется на Землю 17 октября 2021 года. Дубров должен будет находиться на МКС почти год и вернется в марте 2022 года. Одна из важнейших задач в течение нашей экспедиции и работ по интеграции модуля науку предстоит действительно много. Работа в открытом космосе только в течение нашей экспедиции. Это будут два выхода, посвященных интеграции этого модуля. То, что мы ожидаем, я думаю, это, наверное, первое, то, что будет значимое увеличение российского сегмента в плане площадей для работы, для проведения экспериментов, естественно, еще одно спальное место для членов экипажа. И прибыть в этот модуль для нас очень важно. Корабль с экипажем и российским модулем «Наука» стартовал с космодрома Байконур и был успешно пристыкован к МКС. В Павлодарской области по инициативе местного управления труда разработали информационный сервис для работников и работодателей. Аналогов сайту «Янбек-навигатор» в Казахстане нет, по крайней мере, так уверяют авторы разработки. Кроссплатформенный сайт — пилотный проект по информационному сопровождению компаний и соискателей. Это фактически виртуальный инспектор труда, который отвечает на самые распространенные и простые вопросы. Принцип работы с сайтом «Янбек-навигатор» похож на тесты. Сервис разрабатывали опытные программисты, а помогали им студенты местного вуза. Полезный сервис не стоил бюджету ни тенге. Его также можно использовать как обучающую платформу. Если же работник или работодатель отвечает неправильно на тест, то, соответственно, он выводит его с отсылкой на ту или иную статью трудового законодательства, где указывает, что система обнаружила нарушения со стороны работника, либо со стороны работодателя, и делает соответствующие комментарии и отсылки на тот или иной закон. Инбек-навигатор уже доступен для пользователей. Инициаторы создания сервиса уверены, он станет незаменимым помощником для руководителей отделов кадров и рядовых работников. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах, мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите хай-тек. До встречи. Мы в эфире в Грузии. С 30 апреля по 11 мая объявлены государственные каникулы. И все это сделано для того, чтобы ограничить передвижение граждан. Ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась, но власти не торопятся вводить жесткие сан-правила для бизнеса, пытаясь спасти начало туристического сезона. Прошлый оказался провальным из-за пандемии. Выходные вместо локдауна. Такое решение приняло правительство Грузии и объявило нерабочими днями первую половину мая. Все силы брошены на спасение экономики. Однако эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась. Более тысячи зараженных коронавирусом в сутки. Таких показателей не было с января. Эпидемиологи заявляют, началась третья волна пандемии. Если сделать резюме, то в стране эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Мы об этом все время предупреждали. Мы не хотим доводить до того, что было в ноябре-декабре. Не хотим вводить жесткие меры. Я еще раз всех предупреждаю о соблюдении мер предосторожности. Маска, дистанция, гигиена. А также отказ от участия в массовых мероприятиях, особенно это касается застольей по любому поводу. И нужна активизация процесса вакцинации. Пока в Грузии вакцинировано чуть более 22 тысяч человек. По словам медиков, чтобы не выбиваться из плана, надо делать прививку ежедневно примерно 4 тысячам граждан. Но по факту в пункты иммунизации приходит вдвое меньше. При этом от темпов вакцинации, по всей видимости, вскоре будет зависеть и продвижение бизнеса. К примеру, планируется создание зеленых зон, где привитые граждане и гости страны смогут отдыхать свободно, без ограничений. Минэкономики разрабатывают новые направления в развитии туризма. Проектов у нас много. Мы все делаем, чтобы развивалось и сельское хозяйство, и туризм. Так как агротуризм – один из приоритетных направлений и хороших возможностей. В постпандемийную эпоху будет большой спрос туристических сервисов, которые будут работать на открытом воздухе. Агротуризм, экотуризм, приключенческий туризм – это те новые туристические продукты, над которыми мы работаем. Но пока ситуация в стране остается напряженной. Увеличение количества инфицированных наблюдается во всех регионах страны. Лидирует Тбилиси. Появились и случаи повторного заражения. В правительстве уже обсуждают вопрос о формате майских праздников. В частности, рассматривают несколько сценариев по ограничению мобильности граждан. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. В комитете индустрии туризма Казахстана просят граждан воздержаться пока от полета в Турцию до стабилизации эпидситуации. В республике зафиксировали новый рекорд числа зараженных. За сутки ковид выявили почти у 63 тысяч человек. Показатели смертности также плачевные. Почти три сотни пациентов не справились с болезнью. Из-за стремительного ухудшающейся эпид-обстановки президент Реджеп Таиб Эрдоган ужесточил в стране карантин. Впервые или в первые две недели Рамазана увеличена продолжительность комендантского часа. Запрещены междугородние поездки. Кафе и рестораны могут работать только на вынос. Такое происходит во всем мире. Можем ли мы убежать от этого? Нет. Единственное, что от нас зависит, быть осторожными. А власти Дании тем временем полностью отказались от вакцины компании Астразенека. В Минздраве Королевства отметили, что это связано с редкими, но опасными побочными эффектами, как образование тромбов и пониженный уровень тромбоцитов. Прививать датчанно продолжат препаратами Pfizer и Moderna. Мы согласны с оценкой европейского регулятора о том, что польза от вакцины превышает риски возможного возникновения побочных эффектов. Наше решение основано на конкретной ситуации с коронавирусом в Дании. Мы контролируем уровень заболеваемости, а также располагаем альтернативными препаратами. Между тем ЕС заключил новое соглашение с фармацевтической компанией Pfizer-BioNTech об ускорении поставок 50 миллионов доз вакцины. Это произошло после того, как американская компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе из-за сообщений о побочных эффектах. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Перенос поставок с конца года увеличит объем вакцин от Pfizer-BioNTech от 200 до 250 миллионов доз во втором квартале. Это компенсирует сокращение поставок от других производителей. Стороны ведут переговоры и по третьему контракту. Всего с декабря прошлого года страны ЕС получили 126 миллионов доз вакцин. 100 миллионов из них уже использованы. Около 27 миллионов европейцев прошли полную вакцинацию. Как мы можем видеть, с недавним объявлением компании Johnson & Johnson есть еще много факторов, нарушающих сроки поставок. Важно действовать быстро, предвидеть и находить выход для поддержки вакцинации в Европе. Я рада, что мы достигли соглашения с BioNTech Pfizer для ускорения поставок вакцин. 50 миллионов дополнительных доз BioNTech Pfizer будут доставлены во втором квартале, начиная с апреля. Мы начинаем переговоры с этим производителем о третьем контракте на поставку 1 миллиарда 800 миллионов доз вакцины с 2022 по 2023 год, что повлечет за собой не только производство вакцин, но и их основных компонентов. И все это будет базироваться в ЕС. Сакскую площадь предлагают построить в столице Казахстана. Автор идеи Мансура Жакен считает, что Казахстан, где когда-то жили племена саков, должна рассказать миру о своей истории и предках. И самый верный способ – это сделать через архитектуру городов. С деталями проекта, который пока еще не нашел у своего спонсора, ознакомилась Анна Шулгина. Этот проект в Сакской площади – основная задумка, вот именно генплан сделать в виде головного убора «Алтнадам». Как вы видите, навесы сделаны в виде стрел, четыре стрелы, это не случайно. Четыре стрелы – это обозначает четыре стороны света и их объединение. «Алтнадам» был царских кровей, это символ власти. Стрелы символизируют именно объединение народа. Площадь может появиться в столице. Проектов в стиле сахской эпохи в Казахстане еще пока не было. А его главная изюминка – это знаменитый звериный стиль, символика тенгри и барса. Вокруг – торгово-развлекательный центр, гостиница, бизнес-центр, а также аллея с искусственными озерами. Некий симбиоз современной классической архитектуры и казахстанского национального колорита. Над проектом автор работала около полугода. В каждой стране, в каждом городе есть свои символики. Например, в Париже – это Айфелева башня, в Москве – это Красная площадь, а в Нью-Йорке – это Статуя Свободы. И я считаю, что и у нас, в наших городах, особенно в нашей столице, тоже должно быть такое архитектурное решение, которое бы ассоциировалось именно с нашей страной, и оно было бы уникальной. Пример таких архитектурных решений, сочетающих в себе национальные мотивы, мы видим сегодня в Туркестане. Буквально на днях там открылся новый туристический комплекс «Керуен-Сарай». Включает он улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, амфитеатр, а также Восточный базар. При этом все сооружения связаны водным каналом. Как автор «Нью-Казахстайл», потому что я хотела, да, видеть во всех наших городах уникальность, и во всех наших городах казахский национальный наш колорит, наш национальный код, и чтобы каждый город, возможно, был со своей определенной изюминкой. И да, Туркестан – это центр именно Шелкового пути, и именно «Керуен-Сарай» стал центром всего архитектурного замысла. И это очень круто, я считаю, это очень хорошо. И хотелось бы сейчас во всех городах добавить свои уникальности. Вот как я предлагала, вот площадь Сакска, это могло бы именно по продолжению, да, вот этой задумки. У площади, которая будет отражать национальную культуру, национальный колорит казахов, есть все шансы стать новым местом притяжения туристов. А так как проект является имиджевым, он может быть интересен как государству, так и частным инвесторам. К слову, приблизительная стоимость реализации проекта составляет чуть более 20 миллиардов тенге. Анна Шолгина, Нургалим Амурбаев, Хабар, 24. И в завершении немного о народной медицине. Кубинский целитель лечит людей при помощи мачете. Им Хорхе Галят делает хирургические операции, не используя при этом анестезии. Несмотря на экстремальные способы лечения, к мужчине выстраиваются огромные очереди. Сам же он рассказывает, что заниматься целительством начал еще 30 лет назад. По оценкам лекаря, за все годы он поправил здоровье нескольких тысяч кубинцев. Знает Хорхей то, чем спасаться от коронавируса. От коронавируса я советую использовать камфору. Вдыхайте ее аромат время от времени. Это поможет избежать вируса. И пейте ром хотя бы раз в неделю. Даже если вы будете выпивать полбутылки рома хотя бы раз в неделю, эпидемия вас не коснется. Я врач. Мы узнали о Галяте от друзей. Мы не можем иметь детей. Медицина не может помочь нам. И мы пришли сюда. Прав кубинский целитель в том, что надо быть здоровым. Будьте здоровы и вы все. С вами был Арстам Балтин. До встречи. Вам хорошего дня. Увидимся. Берегите себя. Продолжение следует.